Всем привет! Здравствуйте! Сегодня мы решили вам показать, какие бывают цены на курортах в Турции. Любые! Ну да, на улице могут быть любые, но здесь, в нашей деревне Турунч, есть два магазина с фиксированными ценами. Это Мигрос и еще Сок. Чок. Так что сейчас сходим и посмотрим, что почем, какие цены для местных. Ну, там в основном продукты. Снизу палочка, значит, он не сок, а чок. Вот первый магазин, в который мы зайдем. Ну, мы его называем между собой Сок, а на самом деле, наверное, Чок. На улице стоят, между прочим, всю ночь стоят вот эти вот палеты с водой, никто не берет. Может, есть какое-то видеонаблюдение, но, наверное, есть. И даже вон какие-то фрукты стоят и лежат шлепки, лук, картошка. О, двери открыты! Спасибо! Сразу заходим, и что мы видим? Овощи. Делим на 34. И сейчас, кстати, идем менять деньги, посмотрим, по чем поменяем. 34 – это будет доллар. Значит, что... А это что? Цена картошки или морковки? 60. Морковка 25. Такие синенькие, то есть не синенькие, маленькие кабачки 33, но такие не очень, не очень. 40 лир перчики, 34 лира красный болгарский перец, но он здесь, наверное, красный турецкий перец. Огурцы по 50. Не знаю, что это 50. Может, эти орехи? Мусс. Какой-то мусс. Интересно, тут как цена, как цена, как понять, где какая цена? Это что, яблоки 35? Да, ума, да, ума. Алма – это... Сливы 50. И вот, смотрите, какие классные листья. 89,95. Вот. Это 3 доллара. Супер. Делать долму. Идем дальше. Я смотрю, с ценами везде проблема, неважно какая страна, не успевают продавцы повесить нормальную цену, чтобы можно было ориентироваться. 29, ну, 30. Видимо, эти помидоры. А эти, наверное, по 18. Но уже такие. Уже надо перебрать. Мухи летают. И здесь вот цены. Авокадо 25. Авокадо. Лимон. 40. Представляете, они же здесь, наверное, растут, а цены вот такие 40. И это, наверное, виноград. Какая-то цена все одинаковая. 40. Возможно, вот этот виноград, он 40. Вот он по 10 лет. Это батон. Батоны. У них есть такая ценовая политика для людей, которые не могут себе купить дорогую еду. Они обязаны продавать дешевый хлеб. Мы в прошлый раз встречали такие батоны красивые по 10 лир. Вообще хлеб, если вечером приходишь, то его не бывает здесь. Хотела вот спросить, может, кто в курсе. У нас такие мешочки по одному центу в Литве. А здесь, наверное, бесплатно. Интересно, сколько стоит рулон вот этих мешочков. А это такой долгоиграющий хлеб. 43,50. Резанный батон 25. Булки 60. Ну, вы знаете, недешево. Не, недешево. Пола зеро полтора литра 40 лир. Нормальная 32,50. Хм. Зеро дороже, чем нормальная. Ее что тяжелее сделать? Фанта тоже 32,50. И есть вот какая кола. Классные вот такие бутылочки. Их сколько тут? 4 по 200 миллилитров стоят 70 лир. Вот у нас, кстати, такой швепс в отеле. Да, наливают. Только он белого цвета. А этот какой-то желтый. 45. Очень большая витрина. Разные печеньки, вафельки, кармен. У них есть и шоколадки кармен. Скорее всего, это их линия. Линия, да, вот написано по-турецки. Такая упаковочка стоит 40. Вот такой печеньки. А по-русски бутерброд. 9,50. Неро 16. А это вот уже из дорогого трубочки. 45. Эти 27 вафельки. Очень большой выбор сладкого. Разного и импортный есть. Сок мисс. Да, не думайте, что во штурце этот полно сока. Но это такой, знаешь... Это невкусно. Я брал вот этот 29. Мы вот этот вот купили. Типа нектар. В старые советские времена был такой вот персик. Да, в трех литровых банках. Невкусный сок такой. Да, но это значит, это бюджетный магазин. Может, здесь все такое бюджетное и привозят. А это, наверное, эти сиропы или тоже какой-то напиток. Так что уже Турция не та. Нет совсем дешевых-дешевых товаров, как вот раньше было. А, знаете, что там? Порошок стоит 6,50. А, такой напиток. И юпи как-то они назывались. Вот можно сделать самому лимонный. Вот орешки. Ну да, в Турции должны быть орехи 150 грамм. Стоит 50 лир. Потом 59. Тоже вот 59. Здесь полкило. Такие орехи. Греческие орехи. Греческие орехи 65, полкило. Фисташки. Сколько? 150 грамм. Вот 76. Фисташки, они как-то везде дорогие. Семечки белые. 44 нечищенные. Вот это грызут. Все. Я думал, только славяне едят семечки. Все. И турки так любят семечки на пляже. Так все заплевано семечками и окушками. Килограмм стоит 69,50. Семечки и сладости вот у них в приоритете. Есть вот такой пирог. Наверное, этот вкусный. 25,75. Кстати, вот у нас в отеле очень мало сладостей. Даже сегодня на ужин не было сладостей. И мне вот как-то хочется что-нибудь такого турецкого. Ну, приезжаешь же, у них это изобилие всяких пирогов, тортов. А у нас ничего не дают. И вот хочется. Реально чего-то хочется. Вот что, это киндер? Или это... Ай, нет, это просто кто-то кинул. Вот эти, наверное, шоколадные конфеты. Кто-то кинул, вот и все. Коробка шоколадных конфет. 22,50. Не может быть. Ай, нет, вон цена. 89,50. 89,50. 22,50. Возможно, эти финики. Возможно. А может, и нет. А сегодня смотрели свое видео, и была реклама вот этого пудинга. Вот именно этого пудинга была реклама. Их тут сколько-то? 5, наверное. 55 стоит. В холодильнике много всяких напитков. Охлаждается. Вот, давай-ка. Вот, пошло. Пошла жара. Это, наверное, какой-то маргарин. 39, 31. 39, 31 лира. А это, смотри, сыр. Сыры разные. 138, такой, как в домике. И на некоторые сыры даже бывает скидкой. Мы вчера здесь видели мужчину, который покупал много-много различных сыров. Гранейна куда-то в отель понесет, в бар. И брал такие по скидке. Так, мясное. Мясное. Вот такие куриные наггетсы у нас дают. Вот, вчера было. Эта упаковка стоит 79,50. Я теперь поняла, почему он сам стоит и выдает по одной. Значит, они тоже берут его здесь. Вот это все. Сегодня были... Да, вот такие сегодня были. Я говорю, говяж... Говорю, это что, курица? Он говорит, нет, биф. Вот. 235. Нет, ты не там смотришь. Вот где-то здесь цена будет, но ее нету. 235. Вот, 210 такие сосиски. Так он просто покупает в магазине в этом. И нам разогревает. Представляете? Вот такая колбаса 109. Что тут еще есть? Такая колбаса 159. Это дорого. 3 евро. Ребята, 3 евро. И здесь такие сыры типа брынзы. Я теперь понимаю, что он все здесь берет. Приходит, когда акция. И нам вот эту брынзу нарезают такими квадратиками. Вот отсюда. Самый дешевый берет. Ну, а как ему? Как ему выдержать бизнес? По-другому никак. Вот такой сыр стоит в круглой 29,50. Но они разные есть. Есть вот 189. Есть 164. Они, конечно же, уже знают, какой брать. А это вот классно. Вот это классно. Берка, йогурт, а туда зелень. И зелень. 69. Представляете? Сколько тут литров? 3, наверное. 3. 69. Есть подороже. 109. Нет, он такой не купил. Вот. Вот этот, наверное, классный. 57. Может, он такой нам берет. Так что вот. Мисс. У них фирма Мисс. А мы покупаем с Виктора. Вот. Вот. Вот Айран. Айран. Вот этот Айран. Ребята, какой он вкусный. Вот такая вот. 285 миллилитров. 7,90. А маленькая 200 миллилитров. 6. Берите по 7,90. Вот такой сыр. Он тоже режет. Он нам кусочками. Стоит 700 грамм. 159. Это сколько будет? 4? Вот маслины. Смотрите. 4 или 5 евро. 4 или 5. Маслины. Маслины. У нас как-то не продают, чтобы маслины были без воды. А здесь есть. 155. Вот еще. Без воды. 89. Хорошо домой привезти. Мы, кстати, один раз привозили маслины, только не вакуумном. Покупали в магазине, не на базаре. Вот такой покупали. Помнишь? Да. 74. Только мы платили меньше. Говорят, что у них цены тоже поднялись. А это... Я вчера смотрела. Это сладость. Нет, это знаешь, будет сладость такая. Типа... Понял. Тенгенис у нас. Вот как он? Ленивец. Ну, типа ленивец, да. Здесь что, пусто? Пусто. Тахин. Тахин это я делаю... Вкусное такое еврейское блюдо. Сейчас скажу. Сейчас вспомню, скажу. К фалафелю. К фалафелю гумус. Гумус. Для того, чтобы сделать гумус, нужен... Вот, смотри, кофе. Тахин. Вот. Вот, ребята. Оказывается, сегодня на стриме сказали, что это кофе входит... Его охраняет ЮНЕСКО. Представляете? Вот это кофе. 127. Сколько здесь грамм? Вот 100 грамм. 250. Я купила сейчас вот такое кофе. Потому что то, что они дают, мне не нравится. Мне не нравится то, что они дают. И мы купили здесь 12 штук. Я беру одну, иду на завтрак. И вот такое пью, настоящее кофе. Им хоть можно взбодриться. А то, что они там дают, оно порошковое все. В общем, 127. А вот это 100 грамм. Видишь, что это дают? 45. Вот 45, 50 стоит 100 грамм. Раньше евро стоило. Раньше евро. Сейчас подорожало. Чай запили. Он очень мелкий. Крупно-листового нет. Они нам... Какой-то брали, вот такой самый дорогой. Мне кажется, мы брали до Гуш. Не Липтон, а до Гуш мы брали. И они в этом... В отеле давали вкусный, крепкий чай. Мы решили, что он весь такой. И мы купили килограмм или больше. Осторожно. Вот может быть с бергамотом. Потому что он такой чуть-чуть другой с бергамотом. Ну, а так, конечно же, этот Липтон. Но он тоже Липтон для Турции. Сахар 60. Смотри, сколько мука. Смотри, сахар 2 килограмма стоит 69,50. Это 2 евро. Агар он большой есть. Это 5 килограмм. Что, пацаны? 164,50. 5 килограмм сахара. Но в этом у нас кусковой в отеле. Мука. Мука 79, 5 килограмм. Это недорого 5 килограмм. А 2 килограмма стоит ровно 1 доллар. Макарошки тоже, наверное, вот если висит эта штука. Чок. Экономите, типа, 10 лир. 30 центов. Вот. И эти 30 центов. Майонез 8. Что так дешево? 8. Хейнс, он же вообще дорогой майонез. Почему 8? Бомб... 68 стоит. А-а-а, вот-вот. 68. Это 8 стоит что-то... То, что стоит 8, того нет. Борило стоит 1 евро. У нас борило дороже. А это бомж пакеты по 9. Рис. Тоже много всякого риса. 42,50. Есть такой дробленый. 29,50. Вот он, турецкий горох, только цены нет. Интересно. А, вот, 51. 51,75. Самая вкусная вот. Рыжая вот эта. Чечевица. Я когда первый раз поехала в Турцию, я домой привезла чечевицу. Вот такую. Она очень вкусная. Бывает зеленая, а вот это самое вкусное. То, что у нас продают, не очень. А у них вот это супер. Лучше всего красная. А эта зеленая считается. Ну, тут фасоли много. А эта, что такое красивое? Это, наверное, болугор. Да, вот у нас такую кашу дают. 19,90. Болугор. Пасло. 54, 55 почти. 1 литр. 2 литра 104. А оливковая есть? Оливковая 245. Какие-то, наверное, они и очки зарабатывают. Салфетки. Вот 22,50. Такие красивые салфетки. 22,95. Эти салфетки. О, боже, а что не мокрые? Ой, мокрые салфетки. 21. А я знаю, что не мокрые. Вот здесь, вот, представляете, именно около туалетной бумаги и салфеток здесь дождя никогда не бывает, но с крыши что-то капает. И вся стена уже мокрая. И вот здесь вот ведра стоят. Мы приходили уже, видели, как тут прям лилась рекой. И все вот эти салфетки намокнут. Вот оно уже, все мокрое. Куда они смотрят? Ужас. Все выкинут. Ну и как всегда во всех магазинах, не пройти, не проехать. Везде товар, товар, товар. А, и протекает. Смотри, как интересно. Потому что божда не было. Смотри, какие-то мокрые для пола. Клин, мотион. Клер, клер. Да, они такие тяжеловатые. Четыре, large. Четыре большие, что ли? Сколько они стоят? Клер. Не вижу цены. Неса. Интересно. Я такого не видела. Даже не представляю, что это такое. В общем, и здесь пошло вот всякое разное. Разобрано уже. Что-то где-то не хватает. Вот бутылки красивые продают. Можно сделать докупаж. Тарелку. Такой магазин, типа нашего лидла, наверное. Это ключница. Ключи повесить. А это что? Яйца ложить? Да. Такая специальная штука. Раз, два, три, четыре. 30 яиц можно положить в высоту. Кстати, классная вещь. Наверное, разбирается. Вот у кого большая семья, куда яйца эти положить. Вот это очень хорошая вещь. Стоит 90 лир. Здесь набор тарелок. Здесь что-то. Тоже такая кругленькая тарелочка. А здесь что? Кувшин. Обожаю такие отделы. Обожаю. Носки. Сколько стоят носки? 29. 30 с копейками. Мужчина копеек не замечает. Бамбуковые 30. Хорошая цена. У нас дорогие носки. Но черные. В Турции черные. Жарко. Что здесь? Труселя 65. Это какие-то леггинсы. 70. Такая маечка. 62. Так, порошок. Турсил. 221. 221. 189. 62. 62. Какой-то Ома. Надо. Нет, это колгон. Мы, кстати, с тобой один раз где-то вот так за границей были. А не то купили. Купили не то. А там было вот именно, чтобы кальций снимать. Я маленькую смотрю. Мы всегда берем в этом магазине чок. Вот. Вот это мороженое. Вот. Вот такой выбор. Сейчас я вам все покажу. Вот. 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 Такой выбор. Большой выбор. Вот такой большой. Вот там еще один холодильник. А цены вот. Мы берем по 7,50. Вот оно. 7,50. Вот это мы берем. 7,50. Оно небольшое. Есть по 10, по 15, 25, 40, 45. Самое дорогое. Это чуть больше одного евро. Но это Магнум. Это такая хорошая фирма. И здесь всяко-разно, всяко-разно. Всякие соски, бутылочки, игрушки, кроссовки. В общем, вот такой магазин. Будете иметь представление. А это ароматы. Обожаю ароматы. И они здесь недорогие. 53. Кокосовые. 53. Целая баночка. Целая баночка. Это чуть больше одного евро. 500. 100 миллилитров. Мне кажется, надо будет чемодан покупать. Чемодан, чемодан. А вот открытие. Какой-то еще продуктовый магазин. Бим. И отсюда люди выходят с большими-большими мешками. Пойдем и мы посмотрим. Как-то мы не встречали. Бим. Сюда заходят. Там выход. Там выход. Вот. Тоже хлеба дешевого нет. Я уже вижу. Тоже он стоит 12. Там 10. Значит, значит, здесь чуть-чуть дороже. Ну, цены уже смотреть не будем. Будет примерно то же самое. Молоко вот 28. Какое-то по акции сейчас 20. Везде продают вот этот чай. В больших-больших упаковках. Но они же любят пить много чая. Поэтому у них надо продавать. Ну да. Если там везде в проходе что-то стоит. Здесь так красиво все разложено. Прилизано. Тоже есть всякие товары, носки, шампуни. Сколько ходили и не видели такого магазинчика. А это что такое интересное? Круглое. Типа травы 139. Он, наверное, горит. Потому что вот здесь такая, как для батарейки. Какая-то декорация. Мешки мусорные. А это что такое? Салфетки, что ли? Наверное, салфетки. И вот такое что-то есть. Представляете, какие салфетки. Это для кухни или детям играть? Может, детям играть в песочнице? Орешки. 69. Здесь набор разных орехов. Чипсы. Мы в прошлый раз покупали чипсы. Именно турецкие. Они отличаются. А это вот. Такая сладость. Как, не помнишь? Рахат лаком или как это? Чурчхела. Чурчхела. 74 стоит. А это что? Попкорн. Если в кино пошел, взял такой попкорн. Задней. Чипсы 27. Вот яйца лежат. 15 яиц у них. Упаковочка. Цены нет. А, цены там вот сверху. 69 стоит 15 яиц, а 30 стоит 100. О, какой цивильный магазин, да? Вот тоже всякие сыры. Много у них молочки. Только не знаю, это сыр или сырный продукт. Потому что у меня есть подозрение о том, что нам дают в нашем отеле, что там не настоящий сыр, а сырный продукт. Кстати, видела мужчина у нас в отеле. Принес вот эту штуку и ел. Я говорю, посмотри, мужчина тоже хочет какую-то сладость. И он принес вот эту штуку и ел на обеде. Эта сладость 21.50. А это сыр такой, как порванный, 74. Не, ну такую сладость долго играю, еще как-то не хочется. Хочется такую свежую. Айран тоже 6. Так, какие здесь фрукты, овощи, посмотрим. Шампиньоны. У нас, когда продают шампиньоны, они очень-очень чистые. Такие белые-белые. А здесь как будто они росли, не знаю, в земле. 39,75. Так, что тут помидоры по 30. Бананы 54, картошка по 10. Вот не дают в отеле так, чтобы было настоящее мясо. Значит, он покупает уже готовое все, только там погреет. И говорили сегодня на ужине женщины, что вот эти котлеты типа говяжьи, холодные были. Когда жаришь, они все равно дольше держат тепло. А если ты только подогреваешь, то быстро остывает. А вот такого мяса настоящего не бывает. Курица, да, бывает. Ну вот какая цена у курицы, поэтому они ее покупают очень-очень редко. 229. Ну или вот такая там, 159. Это же очень дорого. Поэтому он сам стоит на раздаче и раздает. А вот еще ароматы. Гарри Поттер 90. А это какой-то набор косметический. 135. Это что-то... Дудак. Какой-то дудак. Что это такое? Что для девочек под глазами мазать. Думаешь, крем? Ну, что-то вид косметика разная. Какой-то дудак. Хочу так посмотреть, что за дудак. Посмотри, вытащи. Дудак. Что есть дудак? Дудак. Боже, какой маленький дудак. Ну там внутри что-то. Крем какой-то. Дудак. 47,50. В общем, мазать под глазами. В общем, мазать под глазами. Да. Дудак. Два дудака стоит. 10 миллилитров. Ай-яй-яй. Да, если очень маленький крем, значит точно под глазами. А это вот их рюмочки. Такая они, форма красивая. Угу. 206 штук здесь. Бутылка. Пустая бутылка. Ты что-нибудь себе приглядел? Да, ушные палочки. Ушные палочки. 200 штук. Да. Ты 200 раз можешь почистить уши. Вот, макароны. Пятнашка. Там были по 10. А здесь все по 15, по 16. Но все равно дешево. Вот Богор, Чечевица. И красиво разложено. Очень красивый магазин. Вообще обалденно. Так цивильный. И тоже макаронушка есть по 7,50. Водоника по 5 есть. 5. Наш вариант эконом. Вот 7,50. Это детский вот этот вот по 5. Вкусные. А, вот. Вот маслины. Вот маслины, которые мы привозили. Из Турции. Они могут долго лежать. Да. Супер. Хорошо перевозить. Не разобьется. Кокосовый. Сколько там стоил? Не помнишь? 56 здесь. Такие носки. 22. 22 лиры. Детские. Взрослые. Кстати, хорошего качества. 36. А есть вот такая одна пара. 17. Знаете, какие обрезанные. Ужасно. Неудобно. Они потом скатываются. Духи, дезодоранты. Но эти дорогие. 139. А это, может, их 52. 52 лиры. Краска. И тоже, видите, блонда нет. Только в основном такие темные тона. Потому что турчанки, они, ну, в темную сторону красят волосы. В светлую редко кто. И вот светлых тонов вообще нет. А вот эти какие классные тряпочки. 62 лиры. Это 2 доллара. Их здесь сколько? 3 штуки. Но они такие очень хорошие. Допустим, стекла чистить. Или какие-то такие поверхности. Даже просто вытирать. И они самое интересное, что вот такие красочные. Виктор говорит, возьмешь чемодан и накопишь себе тряпочек. Капец. А тут всякие трусики, маечки. Вот за 2 доллара можно чемодан. Чемодан. Осталась одна проблема чемодан. Ну, покажи ушные палочки. Ушные палочки. Он хочет, чтобы я вам показала ушные палочки. Вам актуальны ушные палочки? 200 штук было 17. 20 стало 17. 17. Надо брать. А какие? Ты знаешь, какие? Круглая коробочка? Какая тебе больше нравится? Никакая. Ради этого будем... А вот собачий и кошачий корм. 14,50. Потом. Вот собачий. У них собак, кстати, очень мало. Вот кошачий. 18. Я покупала котам в Венспилсе. Они не жрали. Не все коты. Вот мама. Мама, купи Кэдди. Смотри. Мама, Куру Кэдди. Мама, купи Кэдди. Блеск для губ. 79,95. Это, наверное, такой лак. Ое. Happy Colors. Это что-то для носа. А что для носа? А что может быть для носа? Вылечить нос, наверное. Вылечить нос. И он выздоровеет. Лосьонка. Какой-то. 66. Вот. Зубная паста, кстати, у нас заканчивается. 17. Я как-то взяла, но очень мало. Фейри, 74, большая банка. И вот еще один магазин есть в Турунче. Мигрос. Мигрос. В тех двух магазинах не было алкоголя, а в этом магазине есть алкоголь. Посмотрим. Примерно цены везде одинаковые. Дыня 9,95. Давай вот этот возьмем. Нам не дают. Я вот этот хочу. Ах, какой арбуз, смотри. 6,95. Арбузы дают? Очень вкусные арбузы. Очень сладкие. Дыня, смотри. Дыня, получается, есть по 9 и есть по 15. Дыня, получается, в два раза дороже, чем арбуз. Поэтому и не дает. А вот еще какой арбуз. Большой надо берем. Да, мы когда-то были в Алане. Нам отдавали арбуз. За 10. За 20. За 20 весь. Говорит, бери любой. Какой поднимешь. О, тоже огромный магазин. Видите, вот здесь где этот хлеб подешевле. Его нету. По 10. В каждом магазине должны быть товары первой необходимости подешевле. Чтобы не рвали там цену сумасшедшую. Вот хлеб по 10 у них давно. Тоже вот всякие куриные наггетсы, котлеты, сыр. Такие магазины. Здесь такое уже побольше. Смотри, мяса много есть. Вот, нарезано. Но дорогое мясо. 339. Это 10 евро килограмм. 559. 899. 999. 1000. 1000 лир. Вот стоит что-то такое. Антрикот. Антрикот. Это 30 долларов. А есть еще дороже. Вот. 1165. Это килограмм. Представляете, какие цены? Делите на 34 и будут евро. Так что вот. Но магазин хороший. Вот. Маслины много продают на развес. Они бывают разного вкуса. Соленые, печеные. С чем-то внутри. Вот здесь такой еще отдел. Макароны, специи. Масло. Долго играющее молоко. Здесь всякие напитки, печеньки, вкусняшки. Скоро, скоро Новый год. Мэри Крисмас. Мэри Крисмас. Уже что, скоро? Ну все, осень. Правда, что ли? Скоро Новый год? Уже осень. Или еще с прошлого Нового года лежит? А это такая силиконовая лопатка. Трубочки. Поломанные. Стеклянные, что ли. Вот это хорошая вещь. Если часто жарите блины, у меня дома есть такая. Именно когда жарите тоненькие блинчики, не надо лить масло. А надо вот купить такую штучку и вот так мазать сковородку. Очень хорошая вещь. Пользуюсь всегда. Это набор. Лопатка и такие щипчики. А тут три чего-то. Ложка, лопатка и вот щипчики. Тоже хорошая вещь. Обожаю такие делать. О, кружки какие. Стеклянные. Представляете? Для кофе, наверное. Чемодан, чемодан. Надо покупать чемодан. Носки. Много всякой посуды. Для собак, для котов. А это такой мешок. Если покупаешь что-то замороженное, чтобы не растаяло. Еще пошли всякие тряпочки. Я дочитала в интернете. Если вы радуетесь новой губке, губке, которая моет посуду, то значит вам уже много лет, вы уже повзрослели. Так и я люблю всякие тряпочки. 99 или 125. Наверное, 99. А это 129. Порошка много всякого разного. Туалетная бумага, химия. Тоже все красиво сложено. Молодцы. Это большой труд. Когда в магазине вот так все выглядит, вот так, значит хватает продавцов, которые успевают прийти и все разложить. В этом первом магазине, где мы были, Чок, то там много чего стоит в палетах. Уже привезли, но некому разложить товар. Это значит, что людям не хватает работников в магазине. Вот эти тряпочки здесь. Там не было цены. Сейчас на них акция. Было 195, сейчас 110. 110. Вот такие какие-то тряпочки. А есть еще поменьше. 99. Что же с ними делать? Вот сейчас посмотрим. Смотрите, нарисовано. Можно мыть окна. Можно туалет на швабру, раковину, стол протереть. Но это просто значит мокрые тряпки для уборки. Вот эти. А вот эти именно, видите, нарисовано полы мыть. На швабру и мыть полы. 100. Это что, 3 евро. Вот такой же кофе 12 штучек. Вот тоже 100 грамм, но нет цены. И еще какое-то кофе этой же фирмы, только вот другое. Какое-то 50 грамм всего лишь и стоит 58. А это кофе старбукс. Дорогое, 399. 400. 400. Больше 10 евро. Не вьет нам. Ну вот хочу посмотреть, какой страны. Кто не видел, как выглядят турецкие лиры. Вот так. Такой мужчина. Я не знаю, кто он такой. 200 лир. Сколько это получается? 6 евро. 6 евро. Вот здесь он в таком тюрбане. Банкасе. 200. Турецкие лиры. Ну, татюрка не узнаешь. Мне, конечно, интересна краска, светлые тона. Но здесь, вот видите, все-все темное. Из светлого только вот 8191, а у меня единица. А здесь такого даже и близко нет. Ну, вот есть 10-1, но это нет, темновато. Темновато, темновато. И очень красивые станки. Женские станки бритвенные. О, какие веселенькие. Здесь три штуки. Но цена вот у этих 341. Это вот ровно 10 евро. Ну, и, конечно, мужчинам интересно не краска для волос, а пиво. 267. 4 бутылки. Туборг 304 бутылки. Туборг 90. 1 бутылка. Представляете, 3. Почти 3 евро. 299. Калцберг 77 бутылка. Туборг 75. А здесь такое интересное пиво. 90 стоит, но написано Индия Пале-Але. Что за пиво? Пале-Але Индия. Может, какое крафтовое? Гринберген. 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 Да, краски нет, но есть пиво для блондинки. 125. Кстати, Гринберген. Очень вкусное пиво. У меня оно раньше очень нравилось. Туборг 73. 2 евро. Есть какое подешевле? Вот 50. Бремон. Это что, самое дешевое? Самое дешевое, что ли, получается? Белфаст. Белфаст 65. 75. Бекс. Эфес 64. Это 2. 2 евро, ребята, банка пива. Алкоголь какой дорогой. Вот, видите, что на бутылке написано, нарисовано. За рулем нельзя и беременным женщинам нельзя. 72. А здесь 91. 3 евро бутылка пива. Кстати, а есть безалковугольная? Нет. 120, вон есть. Нет безалкогольного? 6 бутылок стоит 419. 6 баночек. Не бутылочек, а баночек. Посмотрим, какое пиво берут иностранцы. Вот. Эфес. Бутылочку всего лишь. Молодец. Много не берет. Вот там, за спиной у него продают вино. Крепкие алкогольные напитки. Вино стоит 500, 300. Разное есть. 1200. Наверное, это импортные вина. Там дальше есть алкоголь крепкий. Бокарди. Водка. Джек Дэниел. Смирнов. Не подойти, не посмотреть, какие цены. Сейчас Виктор посмотрит, что-нибудь расскажет. Вижу, что Мартини вроде бы стоит 960. Литр водки 600. 600. Двенадцать евро. Больше? Не 12. Как ты считаешь 12? Нет. 12 будет 340 и 68. Нет. Каких 16-15, наверное. Литр водки. Литр водки. Ну, в принципе, для нас так нормальная цена, как в Европе. Но еще же ее надо привезти оттуда. Столько всего в магазинах много, аж глаза разбегаются. Все хочется купить. Напишите, как вам цены в Турции? Показались большими или не очень? Интересно. Очень много встретили людей из нашего отеля. У нас все включено. Они покупают, покупают, что-то грузят, несут. А что они покупают? И аэран. Все берут, берут все. Тут все вкусно. Особенно много покупали девчонки кофе. Но это говорит уже домой, на подарки. Так что с вас лайкосик. Комментарии напишите. Как вам в Турции? Нравится? Они сидят дома. Это мы в Турции? Да, нам нравится. Вам нравится, как мы вам показываем? Показываем в Турцию. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока.